Ребята, один из очень частых вопросов, которые все время вы пишете мне в комментариях и которые у нас звучат на стримах постоянно, это нужно ли смазывать маслом решетку гриля перед приготовлением, перед тем, как положить туда мясо обычно некоторые там смазывают маслом решетку либо даже есть люди, которые предлагают это сделать довольно знаменитые причем люди на самом деле этого делать не стоит и я бы даже сказал, это делать нельзя если вы, кстати, почитаете руководство пользователя к своему грилю, если у вас выборовский гриль там будет написано, что решетку маслом смазывать не нужно не нужно это делать по одной очень простой причине потому что во время приготовления, особенно на прямом жаре, решетка, это же сталь а у нее очень хорошая теплопроводность, она разогревается очень-очень сильно то есть там температуры на уровне решетки достигают 230-250, а может быть даже и 300 в зависимости от того, какой режим вы используете масло, практически никакое масло не выдержит такой температуры то есть даже если вы возьмете масло, предположим, из рисовых отрубей которое отличается высокой точкой дымления оно все равно при 230 градусах начинает дымить значит, соответственно, когда масло дымит вот эта вот точка дымления, почему очень важна когда масло дымит, выделяются очень неприятные всякие вещества в том числе канцерогены и так далее плюс появляется очень неприятный такой аромат и привкус у блюд от этого дымного масла чтобы этого избежать, нужно наносить масло на сам продукт, а не на решетку значит, меня тоже некоторые спрашивают, ну какая разница, если там температура высокая я нанес масло на продукт, оно тоже сгорит а вот на продукте, ребята, оно не сгорит дело в том, что для того, чтобы масло сгорело или достигло там высокой температуры нужно, чтобы продукт, сама поверхность продукта тоже разогрелась до такой температуры а это почти невозможно, то есть она у вас просто подгорит при таких условиях потому что поверхность продукта остается влажной и вот эта влага, она как раз препятствует высокой температуре и дымлению масла кстати, в подтверждение моим словам, вы наверняка видели или слышали там совет когда готовите стейки, стейки же готовятся на сильном жаре то есть это где-то 250 градусов, прямой сильный жар, а может быть даже и выше, там 280 градусов и когда вы готовите стейки, там многие грильмастера продвинутые, они советуют перемещать стейк то есть вот если он у нас при повороте, то есть если он у нас лежал, например, вот здесь над углями то когда мы его переворачиваем, его лучше переместить на другую часть решетки значит, почему? Потому что та часть решетки, на которой он находился, она остыла он ее остудил, вот, и поэтому когда переворачиваете, стейк переносит на горячую часть решетки вот, то есть вот еще одно подтверждение тому, что продукт не дает нанесенному на нему маслу разогреться до высоких температур вот почему нужно наносить масло на продукт, а не на решетку вотICE вот вот Продолжение следует...